Конечно, снежная зима – испытания не только для городского транспорта. Да и для диких зверей и птиц – это тоже сложные времена. Зачастую им не хватает подножного корма в лесу, что заставляет выходить к людям в поисках пищи. А кто и чем подкармливают животных в лесах во время холодов? Наши корреспонденты отправились в разведку. Тот случай, когда не человек выбрал профессию, а она его. Евгений Круг с детства любит лес. В подростковом возрасте его брали с собой на охоту старшие товарищи. Когда он сам стал постарше, помогал егерям, а после армии получил охотничье удостоверение и купил ружье. Мне предложили, а не хочешь ли ты стать егерем? Ну, это мне стало очень интересно, тем более это такая, как говорится, болезнь и любовь к животным. Ну и устроился егерем, отработал год егерем. Потом повысили в должности, стал старшим егерем, отработал 5 лет старшим егерем в лесхозе. Ну, а потом как-то решил расти, как говорится, поступил в академию городскую сельскохозяйственную, закончил академию на должности эколога. В июле Евгения назначили инженером по охотничьему хозяйству. Рабочий день ненормированный, может начаться даже в 4 утра. Основная задача – мониторинг окружающей среды. Это контроль за охотничьими угодьями. Большой пласт работы – строительство подкормочных площадок, развоз кормов. Здесь у меня в хозяйстве 6 стационарных подкормочных площадок. И есть также подкормочные точки. То есть площадки – это стационарные. То есть вот вы видите, вот они расположены на весы. А есть еще подкормочные точки. Они из года в год меняются в связи с кормовыми полями. То есть где-то сульхозкультуры были, там, бураки, кукуруза. И звери придерживаются их, мы там делаем тоже, естественно, там кормим, чтобы зверок не уходил от нас. В зимнее время основу рациона лесных жителей составляет сахарная свекла. Также в меню зерно – концентрированная корма и сено. Развозит корм Евгений сам. В день наматывает на автомобиле сотни километров. И, конечно, еще одна важная часть работы – борьба с браконьерством. В лесу установлены фотоловушки. Одна из их функций как раз и есть отслеживание несанкционированных охотников. Порой в поимке злоумышленников помогает внутреннее чутье. День загон на охоту проводил, приходил домой, мылся, кушал, ложился на диван, полежал. Нет, что-то, что-то, какое-то пятое чувство срабатывало. Выезжал и ловил браконьеров. В хозяйстве у Евгения в основном олени. По последним подсчетам – 200 голов. Работать с животными ему очень нравится. Говорит, практически уже по именам их знает. В свою очередь и животные не боятся, признают своего. И хотя работа в лесу непростая, любовь к природе перевешивает все недостатки. Евгений рассказывает, бывает так устаешь, что нет сил ни на что. Но на утро просыпаешься и понимаешь – без этого просто не могу. Дело жизни.